Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши, информационная программа «Республика». С главными событиями понедельника и минувших выходных вас познакомят наши корреспонденты. Я, Ольга Панова. Смотрите сегодня. Кто наведет порядок? В Чебоксарах объявили аукцион на рекультивацию пехтулинской свалки. Кулибин из Липова. В Ядренском районе инженер-самоучка мастерит вездеходы. Всегда готов. В Чебоксарах прошла конференция регионального отделения российского движения школьников. Крайний срок 1 сентября. За 5 месяцев в регионах страны должна завершиться программа переселения граждан из аварийного жилья. Как она реализуется в республике, обсуждали сегодня на еженедельном совещании в Доме правительства. Члены кабинета министров подвели и предварительные итоги заявочной кампании в оздоровительное лагеря. Подробности у Дмитрия Ковалева. Выполнению федеральной программы переселения граждан из аварийного жилья в республике ничего не угрожает. Все планы согласованы, необходимые средства в бюджете заложены. У нас, вы знаете, цифры почти что 13100 человек. Стоимость этой программы была 5 миллиардов 100 миллионов рублей. Это, с одной стороны, огромные средства, но и по факту люди переселяются. В муниципалитетах стартовал четвертый завершающий этап программы. Только в столице региона в его рамках необходимо снести 112 аварийных домов и построить более 900 квартир. Это сложно построить дома за 5 месяцев, но, тем не менее, рассчитываем к 1 сентября поставленную задачу выполнить. Уговорили застройщиков строить аварийные дома по более дешевой цене. Если стартовая цена была 29 185 рублей, то сегодня по итогам торгов средняя стоимость по четвертому этапу составляет 27 400 рублей. Причем ставку делали на стоимость 26 500 за один квадратный метр с отделкой. Мы неоднократно возвращались к проблемным вопросам. Реализация программы остаётся в стене. Это низкие темпы заключения муниципального образования, муниципальных контрактов на строительство и приобретение жилых помещений. Из предсмотренных на реализацию четвертый этап программы 1 миллиарда 387 миллионов рублей освоены 138 миллионов рублей. Это порядка 10%. Муниципальные контракты заключены на 892 жилых помещения. Подрядчиков, занятых на строительстве домов для переселенцев, приходится постоянно держать под контролем. Поселки Буинск и Бресенского района работы забуксовали. Многоэтажку обещают возвести в мае на полгода позже намеченного срока. К подрядчикам возникают вопросы и при приёмке домов. По среднему мы выезжали, два дома проверяли, там строй сферы и Алса. Если у Алсы не так много было, то у строй сферы, конечно, там есть существенные дочёты, которые мы указали. В республике продолжается электронная регистрация для получения путёвок в загородные лагеря. В этом году планируется охватить отдыхом более 11,5 тысяч подростков. Чтобы уменьшить нагрузку на электронную систему, заявление принимают в четыре этапа. Без боев не обошлось. По словам министра образования республики, уже зарегистрированы хакерские атаки. Следующий этап был у нас 8 апреля. Тот у нас ответственность была на системе, которая функционирует в городе Чебоксары. В системе работали 513 школьных и 5 муниципальных операторов. Из-за перегруза, из-за хакерских атак у нас на один час система приостановилась, из-за чего у нас выросла очередь. Работа над ошибками проведена, сбоев в системе больше быть не должно. Следующий этап регистрации заявок стартует 28 апреля. Предстоит реализовать более двух тысяч путёвок. Дмитрий Ковалёв и Игорь Зверев. Республика. Сегодня же на утреннем совещании в Доме правительства стало известно об отставке сити-менеджера Новочебоксарска. Игорь Калиниченко написал заявление по собственному желанию, отмечают официальные источники. С должности главы администрации города он проработал всего 10 месяцев. Сложение полномочий сити-менеджера рассмотрят на внеочередном собрании новочебоксарских депутатов, которое состоится 24 апреля. Народные избранники должны утвердить и членов комиссии для проведения конкурса на замещение должности мэра. Пока же исполнять обязанности сити-менеджера будет заместитель главы администрации Новочебоксарска Ольга Чепрасова. Качество и безопасность дорог. О вечной проблеме и способах ее решения говорили на брифинге в Министерстве транспорта Чувашии. Безопасные и качественные дороги. В России это словосочетание звучит как утопия. Однако это название федеральной программы с вполне конкретными задачами и финансированием. Чувашия в данную программу попала и теперь все лето асфальт в Чебоксарской агломерации, а это Чебоксары, Новочебоксарск, Чебоксарские и Маргаушские районы, будет дымиться от работы, отметил министр профильного ведомства. На этот год выделено всего 1,25 млрд рублей. Из них 625 млрд мы получаем из федерального бюджета. 534 млрд дает республиканский бюджет и 91 млрд местный бюджет. Повышать безопасность дорог планируется не только за счет ремонта полотна, но и с помощью новых технических средств. Помимо ремонта капитального в рамках этой программы в 2017 году будет произведено в городе Чебоксары обустройство пешеходных переходов современными техническими средствами организации дорожного движения. Это светодиодные знаки пешеходный переход по 31 адресу в городе Чебоксары. Для тех, кто хотел бы лично контролировать ситуацию или вносить в предложение, на сайте Министерства транспорта есть специальный баннер «Безопасные и качественные дороги». Своё сообщение можно оставить, перейдя по вкладке «Общественный контроль». В столице Чувашии активно идут работы по благоустройству. В первую очередь приводят в порядок дороги. Продолжается ямочный ремонт. За март подлатали более 12 тысяч метров дорожного полотна. На этой неделе дорожники начнут ремонт с использованием метода пневмонабрызга. Идёт уборка столичных дорог. Уже вывезено около 8 тонн смёта. И от грязи и пыли очищают металлические ограждения и остановочные павильоны. По состоянию на 17 апреля выполнена мойка 70 остановочных павильонов из 365 по Московскому проспекту Иванова, Ивана Яковлева. Также механическая мойка колесообойников, ограждений выполнена на Гагаринском, Сугутском, Октябрьском, Калининском, Московском мостах. Также по Морпосадскому шоссе, по улице Константина Иванова. В ближайшее время обновят и дорожную разметку. Работы планируют начать 20 апреля. В 2017 год Дорекс было закуплено дорожно-разметочные материалы на сумму 7,9 миллионов рублей. В том числе 40 тонн термопластика белого с улучшенными характеристиками, 14 тонн холодного пластика белого, 5 тонн холодного пластика желтого и 26 тонн эмали акриловой, белой и желтой. Также стеклошарики в количестве 10 тонн. Столичное управление ЖКХ и благоустройство объявило аукцион на рекультивацию пехтулинской свалки. Цена контракта 337 миллионов рублей. Заявки принимаются до 2 мая, а сам конкурс пройдет тремя днями позже. Восстановление участка земли проведут в два этапа. Первый технический. Свалку уплотнят, а над ней построят изолирующий саркофаг. Работы продлятся до конца 2018 года. Затем начнется биологический этап. Подготовка почвы, подбор и посев многолетних трав. Рекультивация свалки позволит возвратить в хозяйственный оборот более 30 гектаров земли. Напомним, на эти цели в этом году выделено более 120 миллионов рублей. Из них 114 миллионов – федеральные средства. 18 апреля в Чебоксарах стартует форум «Релавэкспо». В его рамках состоится международная научно-практическая конференция и выставка инноваций. На форуме обсудят достижения проблемы отечественного релестроения. Главная тема – повышение экспортного потенциала российских предприятий. Организаторы готовятся принять более 200 гостей из других регионов и стран. О своем участии уже заявили представители иностранных компаний Италии, Германии и Швейцарии. Столь масштабный форум Чувашия принимает не в первый раз. В Чебоксарах «Релавэкспо» проходил и в 2013 году. 24 экспозиции будут выставляться на выставке. Это как наши чувашские производители, так и из регионов Российской Федерации. Кроме всего, мы для того, чтобы привлекать эту задачу выставить молодежь, отдельно для них сформирована конференция, небольшая сессия, для того, чтобы они могли обменяться опытом. Российское движение школьников – общественно-государственная детско-юношеская организация, деятельность которой целиком сосредоточена на развитии и воспитании школьников. Она создана всего полтора года назад, но результаты работы уже заметны. В Чебоксарах прошла конференция регионального отделения РДШ. Ровно год создавалось это общественное движение, и на сегодняшний день можно отметить, вы состоялись практически. С чем я вас и поздравляю! За это время в республике в движение вступили порядка 10 тысяч школьников. Главное направление – развитие творческого потенциала, гражданской позиции, военно-патриотическое воспитание, а также реализация информационно-медийной деятельности. Словом, у каждого школьника появился шанс раскрыть себя с новой стороны. Я участвовала в конкурсе, на котором представила свой проект. В нашей школе существует школьный музей. В нем два зала. Один зал мы отреставрировали, а второй зал осталось отреставрировать. И нам нужна помощь вот в этом. На детской пресс-конференции ребята предложили новые проекты. К примеру, речь шла о создании дувальгиса – карты с указанием общедоступных мест для людей с ограниченными возможностями. Или о создании позитивного телевидения посредством выпуска на местных каналах школьных новостей. Все инициативные предложения, они будут комплексно оцениваться, потому что каждое желание или каждую инициативу невозможно подавать. Материал должен быть качественным. Я дам министру информационной политики соответственно задания. Они вас пригласят. Российское движение школьников – очень молодая и перспективная организация. Организаторы возлагают на нее большие надежды. Я вам очень сильно благодарен. Я очень надеюсь, что движение будет только развиваться в вашем регионе. И ребят, которым это будет интересно, станет все больше. Мы со своей стороны обещаем сделать все от нас зависящее. Дмитрий Поцелуев также отметил, что Чувашия является одним из лучших регионов по развитию движения. Татьяна Филатова, Александр Петров, Республика. 240 новых мест для первоклассников создадут в трех чебоксарских школах. Классы будут организованы за счет перепрофилирования имеющихся помещений. Восемь классов будут созданы в 59-й, 61-й школах и гимназии номер 4. В них будут учиться 240 первоклассников. На сегодняшний момент наполняемость классов и востребованность в помещениях города Чебоксара остается очень высокой. Я напомню, что при записи первого класса острые вопросы возникли в ряде школ. Это 59-я школа, 61-я школа, 4-я гимназия, где желающих попасть в эти образовательные учреждения детей было больше, чем в самих помещениях. Вообще, анализируя ситуацию, мы приходим к выводу о том, что ежегодно будет приходить в первые классы города 7-7,5 тысяч детей, а выпускаться гораздо меньше. Таким образом, востребованность ежегодная составляет несколько тысяч мест по городу. Мы создаем, в частности, например, в 59-й школе три учебных кабинета для первых классов, а в имеющихся уже на сегодняшний момент помещениях, это мастерские, мы переносим соответствующее подсобное помещение, которое находится в теплице, в гараже. Всего уже в 2017-2018 учебном году будет создано 1600 новых учебных мест. Примут учеников и новая школа на Гладково и отремонтированное здание в лицее Лебедева. Инициатива, одобрение, финансирование в республике реализуют проекты развития общественных территорий, основанных на местных инициативах. Муниципалитеты формируют заявки на участие в конкурсном отборе. На какой стадии сейчас находятся чебоксары, говорили на еженедельном совещании в столичной администрации. На реализацию указа главы Чуваши из республиканского бюджета выделено 75 миллионов рублей. Из них 37,5 миллионов получат городские округа. Объем субсидий для каждого муниципалитета свой. Чебоксарам выделят 20% от стоимости проекта. Она не должна превышать 5 миллионов рублей. На конкурс принимаются предложения по строительству, реконструкции, ремонт объектов, общественной инфраструктуры. Критериями конкурсного отбора являются вклад участников реализации проекта, его финансирование, социально-экономическая эффективность реализации проекта, степень участия населения в определении и решении проблем в заявленном проекте, в определении параметра проекта. В столичную администрацию уже подано 47 заявок. Чебоксары смогут получить субсидии на реализацию 10 проектов. Конкретные сроки проведения конкурса еще не определены, но глава мэрии Алексей Ладоков поставил задачу до 1 мая подготовить все необходимые документы и сформировать перечень местных инициатив. Кроме этого, обсудили вопросы организации безопасности населения, беспилотники, новые передвижные пункты полиции, дополнительное досмотровое оборудование. К майским праздникам столицы Чувашии готова. Также в этом году отремонтируют участковые, стационарные пункты и отделы полиции на сумму около 8 миллионов рублей. Татьяна Леонтьевна, Игорь Зверев, Республика. Кулибины. Так до сих пор называют талантливых мастеров-самоучек. Жителей деревни Липово и Ядренского района Артур Герасимов в свои 28 собрал два мини-трактора, самосвал, снегоход и копалку. С инженером и изобретателем познакомилась наша съемочная группа. Для создания этого вездехода Артуру Герасимову потребовалось почти год. Основой стала старенькая шестерка, а дальше кропотливая работа. Он состоит из, как вы видите, гусеницы транспортерной ленты, двигатель жигулевский, коробка классическая, раздатка от Нивы и задние колеса также классические. Как отмечает молодой человек, во время работы приходится быть и механиком, и слесарем, и сварщиком, и дизайнером. А ведь этому он нигде не учился. Трудится Артур водителем стоматологической поликлиники, а в выходные спешит к деревню, к семье и к любимому увлечению. Идеи местный Кулибин берет из интернета. Что-то меняет, а что-то добавляет. Самое сложное было собирать вот эту гусеницу, делать каждые отверстия, каждую гусеницу по одной, каждую варить, ушки боковые, усиливать и высверливать. В магазине может подойти любой человек, купить, а это все равно своей душой сделано, своими руками. С трактором управится даже неопытный человек. Конструкция очень проста. Слева сцепление, справа газ. Даже мне с легкостью удалось проехать пару метров. Техника для сельчан актуальна, да и трудностей здесь хватает всегда. Зимой снегу наметет, летом сенокос, весной и осенью земля, которую нужно вовремя обработать. Увлечением отца интересуется его дочка, трехлетняя Милана. Даже в магазине отмечают родители, девочка месту кукол выбирает машинки. Трактор не единственное изобретение местного Кулибина. Так, в прошлом летом Артур решил облегчить своим близким процесс выкапывания картошки. И за три месяца смастерил копалку. Теперь нужно только собирать клубни. Сейчас Артур раздумывает над созданием новой усовершенствованной модели трактора. И в ближайшее время наверняка на улице деревни Липовая можно будет увидеть новую чудо-технику. Татьяна Раевская, Андрей Спиридонов, Республика. Весь христианский мир отмечает светлый праздник Воскресения Господня. В этом году дата православной Пасхи совпала с католической. На торжественном богослужении, которое в прямом эфире транслировало национальное телевидение, присутствовал глава Чувашии, представители обеих палат российского парламента, депутаты госсовета и руководства столицы республики. В Чувашии праздничные богослужения прошли во всех храмах. Митрополит Чубоксарский и Чувашский Варнава по традиции совершил великую вечерню в Покровско-Татьянинском соборе Чебоксар. Перед началом службы верующие встретили благодатный огонь, который привезли из Иерусалима. Затем совершили крестный ход. Пасха – самый главный из всех праздников. Воскресением Господа завершается победа над грехом и смертью. Приняв мучения и расплатившись за людские грехи, Иисус Христос подарил своим духовным детям вечную жизнь. Христос воскрес. Так верующие будут приветствовать друг друга еще семь дней. Но по православной традиции празднование Пасхи продолжится еще 40 дней. Ровно столько Христос являлся своим ученикам до Вознесения. Христос воскресе! Середина апреля, а погода совсем не весенняя. В сети гуляет шутка «Доставайте санки, еще покатаемся». Ночные заморозки обещают синоптики жителям Чебоксар практически всю эту неделю. Максимально до минус 4 столбик термометра опустится в ночь с пятницы на субботу. Днем температуру будут преимущественно плюсовые. Кроме четверга, в этот день термометры покажут минус 2. Что касается осадков, неделя будет пасмурной, облачной, иногда со снегом и дождем. Наши новости и программу можно смотреть на сайте НТРК21.ру, а также в соцсетях. Я, Ольга Панова, с вами прощаюсь. Увидимся в эфире национального телевидения «Чуваши». А впереди вас еще ждет полезная информация. Полтора раза увеличилась площадь обновленного доп. офиса на проспекте Ленина, 28. Теперь здесь больше банкоматов. Так называемая зона 24 увеличилась. Появился дополнительный этаж. Кто же хочет лично пообщаться с менеджерами, могут расположиться в зале. Зона ожидания также стала больше. Очень сейчас важно, то есть банкомат увеличил, соответственно, очень большой клиентный поток проходит через этот филиал. И клиенты сейчас, которые приходят на обслуживание, они все очень довольны тем, что у нас стало более комфортное обслуживание. Все терминалы у нас работают на прием наличных, всего там три терминала только на выдачу, а остальные все на прием и на выдачу наличных. У нас сейчас можно приобрести ЕТК, пополнение ЕТК, карта тоже осуществляется. Здесь же можно купить единую транспортную карту и пополнить ее. Вообще реконструкция прошла быстро. За два месяца удалось сделать ремонт. Многие клиенты заметили, что дополнительный офис был закрыт и очень обрадовались, что вновь можно пользоваться его услугами. После работы было удобно здесь останавливаться и проводить операции нужные. А так приходилось вон ехать до Арбата, можно сказать, напротив электротоваров, офис или до дома торговли. В общем, это, конечно, почувствовалось. Площадь, конечно, вот клиентская зона здесь, она расширилась, безусловно. Как-то удобно так диванчики поставлены, потому что раньше бывало, заходишь, тут же прям натыкаешься на клиентов сидящих на стульчиках, прям чуть ли не наступаешь, когда много их. А сейчас все просторно. Звербанки всегда работают с предложениями клиентов. И обновленный офис – это еще один шаг навстречу тем, кто пользуется услугами банка. Мы максимально сейчас многофактно решаем все задачи. И, естественно, клиент, он в углове угла. Для нас это самое главное. И мы стараемся максимально сделать так, чтобы клиенту было комфортно во всем. Это касается и качества обслуживания, это касается и зоны обслуживания, это касается офисов, это касается работодательства. Отремонтированный и перепрофилированный офис работает 6 дней в неделю. В субботу – выходной. Банкоматы круглосуточно – 7 дней в неделю. Весело использовать для здоровья. Калининцы участвуют в акции компании во второй раз. В прошлом году на старты выходили старшие ребята, сегодня – младшие школьники. Проект «На старт с Ростелекомом» всероссийский. Его цель – привлечение детей к здоровому образу жизни, к спорту, укрепление командного духа и, конечно, поддержание духа соревнователя. Чуваши мероприятия в рамках проекта проводятся уже пятый год. В этом году специальным гостем и судьей проекта «На старт с Ростелекомом» стал призер всероссийских соревнований по футбольному фристайлу Петр Козлов. Он провел веселую разминку перед состязаниями и показал ребятам, что можно сделать с обыкновенным футбольным мячом. Я считаю, что это очень важно – проводить такие мероприятия для детей. Это помогает им проявить себя в спорте, в физической культуре. Также это в будущем поможет им в работе с командой. Итак, ребята на старте. Все как положено. Каждый коллектив придумал название своей команды, эмблему и девиз. Непоседы, оптимисты и верные друзья. Каждая из трех команд старалась изо всех сил. И надо сказать, испытания были не из легких. Спортивный задор и желание добиться победы захватывали участников. Эмоции били через край. Все этапы проходили в очень напряженной борьбе. Но вот баллы подсчитаны, победители определены. Золотые медали у Непосед. Остальные тоже получили медали, подарки и море ярких впечатлений. Я люблю заниматься спортом. Мне понравилось спортивное соревнование. В нашей команде очень сильные друзья. Они сильные, они тренируются каждый день. Огромное спасибо за то, что они заботятся о таких детях, как наши. И хочется также сказать, что такие соревнования, они очень важны для наших детей особенно. Потому что они развивают двигательную активность, развивают умственную деятельность. И, конечно же, дети очень рады таким соревнованиям. Но здоровьем дороже всех подарков. Главное, чтобы дети еще со школьной скамьи понимали важность здорового образа жизни. И взрослые им в этом помогают. Галина Титарчук, Сергей Адушкин, Республика. Если вы решили сделать ремонт, тогда отправляйтесь в торговый дом Юрат. Компания располагает собственными торговыми и складскими комплексами, что позволяет удовлетворить любые запросы покупателей. Сегодня мы решили посетить четвертый корпус торгового комплекса. Он представляет собой три этажа. На первом этаже представлена керамическая плитка, мозаика, керамогранит, а также сухие строительные смеси. Здесь же дизайнеры могут разработать проект вашей квартиры, что позволит, не выходя из павильона, оценить сочетание цветов и рассчитать общую стоимость вашей покупки. Переходим на второй этаж. Для удобства здесь работает лифт. Представленный здесь ассортимент доказывает, что ремонт может быть недорогим и качественным одновременно. Сантехника, мебель для ванных комнат, ванны, душевые кабины, унитазы, раковины, биде, обои и оригинальные предметы интерьера. Все для ремонта и благоустройства вашего дома. Многие представляют компанию «Юрат» как электротехническую, что у нас продаются лампочки, люстры, провода. Мне бы хотелось немножко разрушить этот стереотип, потому что компания «Юрат» – это очень многопрофильная компания. У нас более 150 тысяч номинований продукции на сегодняшний момент. И каждый год этот ассортимент расширяется и растет. А буквально в этом году мы открыли салон модной сантехники, где самый изысканный покупатель может найти все самое необходимое, интересное, последние бренды, всех европейских компаний. Отдел модной сантехники, расположенный на третьем этаже, может утолить самые тонкие и изысканные вкусы покупателей. Дизайнерские новинки и модернизированная классика – все в одном месте. Ну а снять усталость и взвесить решения о покупках можно в специальной зоне отдыха для посетителей. Здесь все для вашего комфорта. Делайте покупки с умом, открывайте новые и создавайте свой стиль вместе с торговым домом «Юрат». Редактор субтитров А.Семкин